26 августа 1942 года при налёте на Берлин в сложных погодных условиях самолёт «Молодчево» был повреждён и продолжал подвергаться настойчивым атакам истребителей. Сбросив бомбы над самым центром Берлина, внутренне ликуя, 22-летний командир экипажа нарушил требуемое радиомолчание и под своим индексом послал на землю радиограмму «Москва, Кремль, товарищу Сталину». «Находимся над Берлином. Задание выполнили». Когда, меняя высоту, бомбардировщику удалось выбраться из паутины ночного воздушного боя, на борт пришло подтверждение о получении радиограммы. А вскоре прямым текстом пришла нежданная радиодепеша. «Всё понятно. Благодарим. Желаем благополучного возвращения». Сообщение не было подписано, однако вряд ли кто-нибудь сомневался в её отправителе. Конечно, это был он сам – Сталин. Александр Игнатьевич Молодчий на войне был с первого дня, и ему, несомненно, везло. Вместо фронта сначала отправился на переучивание. На заводском аэродроме в Воронеже скопились десятки новеньких, но ещё не до испытанных дальних бомбардировщиков ЕР-2. Самолёты требовалось как можно быстрее освоить, чтобы решить самую первую боевую задачу – нанести удар по Берлину. И младший лейтенант Молодчий, он уже был заместителем командира эскадрильи 420-го полка, был отобран в группу, которой предстояло выполнить этот приказ. Директиву Сталин подписал 9 августа 1941 года. И, к исходу того же дня, полк поднялся для перелёта на оперативный аэродром Пушкин под Ленинградом. Третью эскадрилью привёл Молодчий, самый молодой лётчик полка. К вечеру 10 августа самолёты ЕР-2 начали взлёт на задание. Залитые по самые пробки бензином с полными отсеками бомб, они с трудом отрывались от земли. Проседали, подпрыгивали, зависали в воздухе и, пошатываясь, уходили в полёт. Некоторые всё же падали за аэродромом, горели. Не удался взлёт и Молодчему. Шасси, попав в дренажную канаву, отвалилось, а самолёт прополз на брюхе и остановился в поле. Этот боевой вылет вообще был плохо организован. Мало того, что некоторые самолёты просто не взлетели, так по тем, кто отправился на задание, били собственные зенитки и советские истребители. Всё потому, что самолёты считались секретными и их силуэты не были известны силам ПВО. Первое боевое крещение Александра произошло 18 сентября 1941 года в районе Демянска, Новгородской области. Его новый ЕР-2 подбили и, казалось, шансов на спасение нет. Но почти у самой земли с большим трудом Молодчий выровнял машину, погасил пламя и дотянул до своего аэродрома. Осенью 1941 года Молодчий вызвался разбомбить мост, через который шли немецкие эшелоны в сторону осаждённого Ленинграда. Задержка движения поездов со снарядами – это сотни спасённых жизней воинов и мирных ленинградцев. Пройдя в утренней темноте на предельно низкой высоте над самой нитью железнодорожной ветки к мосту, советский бомбардировщик положил плотную серию бомб по полотну между фермами. Ничтожная видимость затрудняла немецким зенитчикам ведение прицельного огня, а истребители Люфтваффе просто не успели атаковать дерзкого русского. С уходом последней бомбы Молодчий сразу нырнул в облака и был таков. Экипаж Молодчего сбросил специальные бомбы с мощными крючами для ухвата за мостовые переплёты и замедлением взрыва на 27 секунд. Если раньше бомбы пробивали мост и взрывались в реке, то теперь зацепились. И это сработало. В результате взрыва одна из ферм была разрушена начисто. Движение поездов остановилось надолго, Ленинград получил передышку. Уже через четыре месяца войны, 22 октября 1941 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования, указом Президиума Верховного Совета СССР младшему лейтенанту Александру Молодчему было присвоено звание Герой Советского Союза. На тот момент ему едва исполнился 21 год. В декабре 1941 года полк, в котором служил Молодчий, отвели в тыл для переформирования и переоснащения новыми бомбардировщиками Ил-4. Молодчий, едва освоив новый самолёт, сбежал вместе с ещё несколькими экипажами на новых бомбардировщиках прямо на фронт, чудом избежав наказания за самоуправство. 27 августа 1942 года Александр Игнатьевич Молодчий вместе с боевыми товарищами снова отправился в рейд на Берлин. Теперь уже успешно и в первый раз бомбил столицу нацистской Германии. Экипажу никогда ещё не приходилось подвергаться такому мощному обстрелу со стороны ПВО врага. Уйти от лучей прожекторов, казалось, практически невозможно. 14 минут летели они сквозь огонь врага, и когда, наконец, вырвались из зоны противовоздушной обороны, все облегчённо вздохнули. Через 9,5 часов пребывания в воздухе экипаж Молодчего возвратился на свою базу. 25 декабря 1942 года командиру эскадрильи 22-летнему капитану Александру Молодчему было присвоено очередное звание майор. А уже 31 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили второй золотой звездой Героя Советского Союза, с чем лётчика лично поздравил Иосиф Сталин. 13 мая 1944 года дважды Герой Советского Союза, гвардии майор Молодчий за выполнение 274 боевых вылетов, отличившиеся при бомбардировках Варшавы, Орши, Таллина, был представлен к третьей золотой звезде. Это представление было поддержано командиром гвардейского авиакорпуса дальнего действия генералом Юхановым, но награждён Молодчий был только орденом Ленина. За годы войны Молодчий совершил 311 боевых вылетов, из которых 287 ночных. Налетал свыше 600 тысяч километров, из них 190 тысяч надвражеской территорией. Сбросил на голову врага больше 200 тонн бомб. Свой последний боевой вылет подполковник Александр Игнатьевич Молодчий выполнил 25 апреля 1945 года. И вновь его целью стал Берлин. После войны Молодчий окончил высшую офицерскую летно-тактическую школу командиров частей дальней авиации и с марта 1949 по декабрь 1950 года служил командиром 121-го гвардейского Севастопольского краснознамённого бомбардировочного авиаполка дальней авиации. Затем был назначен заместителем командира 22-й гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации в Бобруйске. В марте 1955 года генерал-майор авиации Молодчий стал командиром 106-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации 1-й стратегической авиадивизии в СССР. Летом 1964 года на военном совете ВВС он резко выступил против хрущёвского формирования ВВС. Результат не заставил себя долго ждать. В марте 1965 года он был отправлен в запас. Ушёл из жизни дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Александр Игнатьевич Молодчий 9 июня 2002 года. Он похоронен в Чернигове, в котором прожил 38 лет. Светлую память о прославленном лётчике хранят и в России, и в Луганске. Легендарные его доблесть и слава вечны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!